МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, Максим, как насчет утренней викторины? Я только за, о, алмаз моего сердца. Про алмаз заговорил, видимо, готовился, потому что сегодня мы будем уградовать драгоценные камушки. Так, мои глаза горят, как два агата, я готов уградовать. Ну, тогда поехали. Давай первую фотографию. Синенький. Бриллиант. Синенький. Алмаз? Нет, еще давай. Изумруд? Нет, синий. Сапфи. Сапфи, окей. Ага, ладно, дальше. Почти, ты был близок. Сиреневый. Теперь бриллиант. Нет. Аметист? Да. О, е-е-е! Ура, попадание. Так. Давай дальше. Янтарь? Да, да, янтарь. Хорошо. Ты боялся. Красненький. Красненький. Изумруд. Нет, изумруд зеленый. Да, нет, нет. Красный. Не знаю, не знаю. Ру? Рубин. Да, все верно. И вот сейчас будет сложный камень. Он даже таким сиянием обладает. Непривенчим? Нет, нет, нет. Он такой голубой и с сиянием. Как ума Турман? Тур? 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 Турмалин. Все, я тебя не буду... Турмалин первый раз слышу вообще такое. Ты пытался. Ну, неплохо, неплохо, Максим. В принципе, неплохо разбираешься в драгоценностях. Только не говори теперь, что все это придется тебе дарить. Ну, к твоему счастью, я вообще не ношу ювелирные украшения, и как-то вот у меня душа к ним не лежит. Думаю, ты поменяешь свое мнение после сегодняшнего эфира, ведь сегодня день ювелира. Доброго всем утра в студии «Бриллианты» утреннего эфира. Ведущие Катя Дерка и Максим Полагнюк. Мне кажется, сегодня, как нельзя кстати, будет фраза «Лучшие друзья девушки – это бриллианты». Так, если бриллианты – лучшие друзья, то кто же их злейшие враги? Не знаю, уголечки. Они и враги, к сожалению. Если девушка любит так бриллианты, то это первое, что я могу сказать, у нее очень низкая самооценка. Мужчина, наверное. Желтый. Враги иногда мужчины бывают. Ну, какие-нибудь гвозди, молотки и шуруповерты. Богатство, наверное, их. Скорее то, что они любят все бриллианты. Один враг, наверное, отсутствует денег. В нашей студии наш постоянный эксперт, астролог Анна Бужан. И она уже готова прямо сейчас рассказать нам о прогнозе для всех знаков зодиака на февраль. Доброе утро. Доброе утро. Итак, 1 февраля. У нас начинается февраль. И что очень примечательно, что именно 1 февраля у нас Новый год по китайскому, по восточному календарю. Тигр, наконец, вступает в свои владения. И что немаловажно, именно 1 февраля у нас с вами происходит новолуние в знаке Водолея. А Водолеем управляет планету Уран. Это планета новых идей, творчества, новых свершений. Порой, знаете, реализации вот то, чего вы даже, наверное, не могли подумать, но о чем мечтали именно в данный момент. Поэтому это прекрасный день для того, чтобы загадать желание, помечтать. Обязательно уделите себе час или два времени для того, чтобы погрузиться в те порой самые желания, которые вам кажутся нереализуемые. Те, которые вам кажутся недостижимые, но вы очень хотели до них приблизиться. И учитывая, что именно февраль – это вообще месяц, которым правит Водолей, потому что солнышко находится в знаке Водолей и множество очень других указаний, поэтому обязательно очень много есть шансов для того, чтобы это реализовалось. Вообще февраль – это такой очень перспективный месяц, потому что декабрь и январь были какие-то рамки ограничений, которые нас постоянно сдерживали. Во-первых, это ретроградный Меркурий, во-вторых, ретроградная Венера, и было затмение, то есть были какие-то препятствия, которые не позволяли нам вообще вырваться наружу. И хочется сказать, что вообще именно в феврале между Сатурном и Ураном аспект напряженный, который был в течение двух лет, и что немаловажно, он начался именно с 23 февраля 2020 года, время, когда начиналось ограничение по пандемии, потому что Уран – это планета, которая отвечает за то, что я хочу реализоваться, я хочу сделать, воплотить свои идеи в жизнь, а Сатурн – это как решетка, которая сдерживает. И именно этот аспект показывал не человеческие такие рамки, а именно политические, внешние, мировые. И на самом деле очень долгое время ждали, когда этот аспект распадется. Он был как раз в течение двух лет. На протяжении всего этого времени мы с вами уже наблюдаем то, что мы не можем что-то сделать, то, что мы хотим, притом это не от нас зависит, то есть мы могли бы это реализовать уже давно, внешние обстоятельства, мировые, политические, которые нам не позволяют вырваться наружу. И на самом деле именно 15 февраля, наконец, этот аспект сходит на нет. То, что будет какие-то ослабления в этом плане, однозначно, да, то есть мы точно почувствуем, что нам будет легче именно с внешней стороны. И что немаловажно, этот аспект пропадает как раз до июня 2022 года, но потом он опять возобновляется, и с июня по декабрь 2022 года он снова есть. Но, тем не менее, у нас есть возможность на протяжении после двух лет, наконец, немножечко вздохнуть, да, то есть какие-то ослабления точно будут. Что тоже очень примечательно, именно аспект еще один, это между Юпитером и Ураном, очень гармоничный, именно связан с внешними воздействиями, которые положительные. И говорит о том, что именно сейчас пришло время для того, чтобы реализоваться, потому что Юпитер отвечает за расширение вообще и в профессиональном плане, и за расширение своих возможностей. А Уран как раз говорит, что пора, пришло время действовать. И поэтому это время для того, чтобы вообще получать какое-то образование новое, притом связанное с ураническим тематикой, не исключено, что это может быть какие-то вот новые технологии. То есть если вы занимались какой-то деятельностью, не бойтесь, внедрите что-то новое, что позволит вам стартовать дальше, выше, глубже. И порой для кого-то будет казаться, возможно, там сумасшедшим, неординарным. Но поверьте, именно этот аспект позволяет вам реализоваться с самой лучшей стороны именно сейчас. То есть это время новых технологий, новых свершений. И не просто так, именно февраль. Потому что я говорю, что солнышко находится в знаке водолея. И что немаловажно, именно Меркурий тоже 4 февраля, он, наконец, перестает быть ретроградным. И 15 февраля он тоже переходит в знак водолея. То есть наше мышление становится наиболее таким вот неординарным. То есть мы можем, наконец, внедрить именно наши технологии, то, что мы долго над чем-то занимались. То, что мы, например, занимались диссертацией, именно сейчас мы можем ее защитить именно так, как нам кажется самым лучшим образом. То есть мы будем услышаны от окружающих. То есть внешние воздействия на нас будут влиять уже с благоприятной стороны. То есть это тот период, когда мы можем сказать, действительно, фух, наконец это наступило. Слушай, невероятно какое-то благодатное время наступило. Хочется аж скачить и побежать действовать. Да, но звезды говорят, что пришло время действовать, а сейчас время смотреть Юлию в север. Доброе утро! Так много интересного вокруг. Как, что, почему, столько вопросов и неразгаданных загадок. Пришло время узнать немножко больше о нашем удивительном мире. Сегодня для вас есть несколько интересных фактов про улыбку. Знаете ли вы, что среднестатистическая женщина в день улыбается 62 раза, а вот мужчины лишь 8 раз. К тому же, улыбаясь, женщина кажется мужчине более привлекательной, а вот мужскую улыбку иногда девушка может воспринять как угрозу. 1963 год, когда появился смайлик. Его нарисовал американский художник Харви Белл, выполняя заказ для страховой компании. Логотип в виде ярко-желтого колобка с широкой улыбкой теперь известен во всем мире. Но вот за работу художник получил всего 50 долларов. Вот обидно. Еще одна нарисованная улыбка – улыбка Монны Лизы. Тоже заслуживает отдельного внимания. Вот вывод ученых, расшифровавших улыбку Джоконды при помощи специальной программы. Итак, на 83% она счастлива, на 9% ее улыбка выражает отвращение, на 6% – страх и на 2% – злость. Кстати, необходимость улыбаться фальшиво плохо сказывается на здоровье и приводит к депрессии, повышенному артериальному давлению и иммунным расстройствам. Да и ненастоящую улыбку всегда можно увидеть. Когда мы искренне рады, уголки наших губ поднимаются вверх. А вот когда улыбку нужно натянуть, то и губы растягиваются в сторону. Долгие годы ученые настаивали, что способностью улыбаться наделены исключительно люди. Однако еще в 1872 году Чарльз Дарвин в своем научном исследовании «Выражение эмоций в человеке и в животных» написал, что читать улыбку животных можно по положению ушей, движению хвостом и степени открытости рта. Надеюсь, у вас сегодня найдется десяток, парочка, а может быть даже пару десятков поводов улыбнуться. Всего вам хорошего. Пока. Продолжаем обсуждать, что же ждет нас, всех знаков зодиака. Вместе с астрологом Анной Бужан выяснили, что февраль – неимоверно плодотворный месяц для новых начинаний. Что еще ждет, какие аспекты? Да. И давайте подведем итог, что вообще до середины февраля у нас Меркурий находится в знаке Козерога и Венеры. Конечно же, если говорить про отношения, то они могут быть немножечко сдержаны, да, то есть не позволяет вот так вот в плане страсти, да, в плане каких-то вот эмоциональных предложений, то есть не нужно ожидать на это время. Но все-таки вот вторая половина февраля, она более активная, более эмоциональная, более перспективная. И давайте выделим, наверное, несколько еще тоже дат, на которые следует обратить внимание. Во-первых, у нас 16 февраля будет полнолуние, и это время, конечно же, немножечко такое в эмоциональном плане напряженное, и я бы сейчас еще выделила дни, которые, наверное, вот могут возникать ситуации, связанные со здоровьем. То есть это как раз вот дни за три дня до полнолуния, за три дня после полнолуния, то есть это получается у нас примерно там 14, 15, 16, 17 февраля, просто нужно быть внимательным к себе, да, то есть не перенапрягаться в этом плане, и особенно кто страдает сердечно-засудистыми заболеваниями, тоже быть повнимательнее к себе. Еще это дни 20 и 21 февраля, а также 27 и 28 февраля, просто это дни, которые могут вести некий такой характер по травмоопасности, по немножечко, вот, безусловно, на себе воспринимать гипертоники, да, это время, и, конечно же, вот те люди, которые наиболее подвижны, да, и подвержены таким вот внешним воздействиям. Вот поэтому у нас получается, что февраль действительно такой месяц очень яркий, очень эмоциональный, и что немаловажно, действительно, что в отличие от декабря и января, то есть мы какие-то вот рамки внешние были, и именно сейчас они позволяют раскрыться и действовать для того, чтобы реализовать себя и свои возможности. Мне кажется, девушкам не стоит забывать еще, еще про дату, 23 февраля, так что помните, пожалуйста, о ней. Мне кажется, про февраль все за и против взвесили, а теперь будем взвешивать за и против о вяленых томатах. В Италии вяленые томаты рекомендуют вводить в рацион пациентов, восстанавливающихся после изнурительных заболеваний, гарантированное избавление от авитаминоза, повышение иммунитета и даже настроения. В состав входит трептофан, который, попав в организм, превращается в серотонин. Но при неправильном употреблении возможен и вред для здоровья. Например, переизбыток щавелевой кислоты нарушит работу печени. Многое зависит от того, как овощи были приготовлены. Длительная сушка на медленном огне сохранит практически все витамины. Это йод, сера, калий, магний, фосфор, железо и еще десяток минеральных веществ. Кроме того, пищевые волокна, то есть грубая клетчатка, стимулируют моторику пищеварительной системы. Тем, кто сидит на диете, от деликатеса лучше отказаться. Калорийность высокая, особенно если в качестве консерванта применялось подсолнечное масло. Согласно классическому рецепту, масло должно быть оливковым, но можно обойтись и совсем без него. После термической обработки помидоры дегидратированы, то есть обезвожены. Поэтому перед употреблением их можно замочить на ночь в холодной воде. Это поможет сделать мякоть сочный, а вкус более насыщенным. Если точно известно, что помидорки в скором времени будут полностью съедены, их кладут в пищевой пластиковый контейнер с герметичной крышкой. В случае длительного хранения лучше воспользоваться стеклянной банкой, причем предварительно прошедшей стерилизацию. Думайте сами, что из этого весомый аргумент. Только умоляю, не взвешивайтесь после завтрака. В нашей студии Виктория Ефремова, ювелир, руководитель ювелирной студии, а также Сергей Ефремов, дизайнер ювелирной студии. Здравствуйте. В первую очередь поздравляем вас с Международным днем ювелира, с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. Ну вообще ювелирное дело довольно такая старинная профессия, старинное искусство. И очень часто оно встречается и в литературе, и в художественной живописи. Почему так? Откуда такая у людей тяга к этому? К ювелирным украшениям. Как писал еще Достоевский, красота спасет мир. Люди еще с древних времен пытались себя украсить разными ракушками, красиво сплетенными ниточками, редкими веточками, камнями и так далее. Чем больше развивалось общество, тем сложнее становились украшения, тем они становились технологичнее и красивее. И сейчас украшения играют роль такого маркера, который подчеркивает статусность своего хозяина. Ну в общем-то и тогда, наверное, тоже имел статус, потому что если прям совсем в древние окунуться, то там у кого-то были морские ракушки, которые более ценились, а у кого-то, например, личный. Естественно, статус у этих двух вождей абсолютно разный был. А ювелир занимается непосредственно огранкой камней, да? То есть что он делает? Нет, это совершенно отдельная профессия, точно так же, как если всех медиков объединить в врачей, да, но есть же врач там ухо, горло, нос, а есть, там, не знаю, стоматолог, да. Это две разные специальности. И ювелир, он именно работает с металлом, но с камнями тоже, безусловно. А огранщик – это тот, кто из кристалла, который добыли из недр земли, может раскрыть весь потенциал и красоту будущего камня. То есть это вот все-таки разное. Тот работает ювелир именно с металлами и с камнями, уже с готовым сырьем, а огранщик, он... Работает именно с камнями. То есть ювелир... С сырьем с таким, да? Прямо, да, вот что. А ювелир создает украшения, получается. Все правильно. Какими качествами должен обладать ювелир, чтобы, не знаю, под его рук вышел шедевр? Ну, самое главное – это, конечно, усидчивость, целеустремленность. И, что не менее важно, наверное, самое главное – не бояться сложной работы. Потому что работа наша совсем нелегкая. И в большинстве случаев там говорят, что вроде как девушки, да, сейчас очень много девушек в нашей профессии, как же они справляются. То есть это прям физически сложно. Это физически сложно. Иногда приходится помахать кувалдой. Прям кувалдой. Прям кувалдой, да. То есть тут это нужно не бояться не только девушкам, но и молодым людям. Как бы работа подразумевает сложность и физическую, и моральную. Потому что ответственность, да, украшения все-таки, они имеют материальную ответственность. Работа получается очень тонкая. Очень. И может что-то пойти не так. Можно ли потом переделать? Или все? Ну, если у повара борщ пересолил, то как бы все, да, выливай и делай заново. Как же там картошечку кинуть, соль забрала? Водичку раздавить побольше еще. Вот Сергей, как повар в первом образовании, наверное, расскажет, что тут тоже так не получится. Нет, в большинстве случаев исправить, если это допущенная ошибка была в металле уже на финальных этапах, то придется, скорее всего, изделие переделывать, потому что, как выражается у нас клиент, накапать металл туда, где ты его спилил, уже не получится. То есть приходится заново. То есть переплавлять как-то, да? Да, переплавлять и начинать весь процесс заново, но работа действительно тонкая и довольно мелкая, поэтому большая часть происходит вообще под микроскопом. Как вообще становятся ювелирами? Это какое-то образование специальное? Ну, самое простое, да, то есть получить профильное образование. Сколько оно длится? Если после школы сразу там техникум, например, ну, в среднем 3-4 года. Если институт, все зависит от выбранного профиля, потому что в нашей сфере, как уже было сказано ранее, что много направлений есть. И там, ну, до 5 лет примерно занимает. То есть, в общем, ну, 8 лет, если именно по образованию. Честно, просто. Немножко прервемся. Если пока для вас бриллиантовое колье – это только мечта, то другое, ну, не бриллиантовое, но тоже красивое колье вы можете сматерить своими руками вместе с нашей рубикой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Представляем вам наших блистательных гостей. Это Виктория Ефремова, ювелир и руководитель ювелирной студии Ефремовы и дизайнер этой студии Сергей Ефремов. Доброе утро. Доброе. А вы называете себя семейной мастерской. В чем плюс именно семейной мастерской? Ну, главный плюс семейной мастерской – это то, что мы объединены одним, так скажем, делом, одним подходом к этому делу, то, что мы достигаем одной и той же цели и устремлены, собственно, в одном направлении. И всегда можно вечером перед сном устроить рабочую пятиминутку, так сказать, небольшое собрание. Я бы, конечно, поспорил с тем, плюс это или минус. Рассказывайте, чем вы занимаетесь в своей мастерской, на чем специализируетесь? Ну, у нас мы многие виды работ оказываем. Одни из, например, там, ремонт или реставрация. Но основное все-таки наше направление, на которое мы делаем упор – это изготовление именно индивидуальных украшений под заказ. То есть это может прийти с какой-то фотографией? Конечно. А что такое? Конечно. А можете сюда прийти и сказать, я хочу, пока не знаю даже сам что, вы можете помочь ему нарисовать эскиз какой-то? Да, да. Для этого у нас есть Сергей. Как раз мы можем нарисовать эскиз со слов клиента, обсудить нюансы, какие детали рабочие, добавить что-то, помочь, в общем-то, продолжить мысль клиента и прийти, собственно, к тому результату, который всех у нас будет радовать в дальнейшем. А со старыми вот украшениями можно прийти, чтобы вы что-то из них сделали новое? Да, конечно, к нам можно прийти с любыми старыми украшениями, потому что мы начинаем цикл полностью сначала, то есть от расплава до готового изделия, и нам не важно, что принесут, золото, серебро, мы переплавим и сделаем новое украшение, вдохнем, так сказать, новую жизнь в ваши старые изделия. Если клиент попадется очень такой щепетильный и захочет, не знаю, проконтролировать процесс на всех этапах производства украшения, вы пускаете в свою мастерскую, можно ли прям посмотреть, как создается украшение? Ну, на этот счет у нас есть уникальное в своем роде предложение у нас в городе, это ювелирные мастер-классы. Уже почти пять лет назад мы их запустили, вот, и, в принципе, на нем не просто можно посмотреть, как работает мастер, а именно своими руками, под нашим руководством, создать украшения собственными руками. У нас самое частое и популярное, это ребята приходят обручальные кольца друг для друга делать себе на свадьбу. Как романтично. Да, и у нас там прошлый год, например, карантин карантином, свадьбы никто не отменял, и запись была на четыре месяца вперед. У нас ребята, кто хотел попасть там еще полгода назад, к нам вообще не могли, потому что все занято, у нас основная деятельность все-таки изготовления, и в будни мы занимаемся именно этим, а все выходные отданы под разъездные мероприятия или под наши собственные мероприятия, мастер-классы. Я бы даже сказал, мы не просто разрешаем посмотреть, мы приглашаем посмотреть. Давайте нашим телезрителям срочно тогда расскажем, как вас найти и где, чтобы они тоже могли записаться и не упустить свои кольца на свадьбу. Мы находимся на проспекте Кирова 415, третий офис, вы можете всегда прийти к нам, мы обсудим с вами то украшение, которое вы хотите сделать сами или заказать, чтобы мы его сделали для вас. Мы всегда будем ждать. Ну и наверняка еще соцсети, инстаграм. Мы есть везде, вот везде, где только возможно, мы есть как бы век технологий, поэтому упускать какую-то дополнительную площадку мы не можем себе позволить. Да, это в одноклассниках. Расскажите еще немножко про то, как дизайн придумываете. Где-то берете идеи, как это рождается? На рождение дизайна вдохновляют разные вещи. Во-первых, это, ну, основное, что вдохновляет дизайнера на создание дизайна, это пожелание клиента. Все-таки главный здесь клиент. Клиент будет носить это украшение, оно должно его долгое время радовать. Плюс также клиент может принести картинку из интернета. Мы можем как сделать и реплику украшения, так и, в общем-то, изменить его со всеми пожеланиями. Здесь побольше камня заменить, гравировку, там разные цвета добавить и так далее. То есть именно в этом отличие индивидуального подхода, что наши украшения, они очень гибкие. Они подстраиваются именно под желание клиента. Они становятся именно такими, какими клиент хочет их видеть. Это очень здорово. Ну, да, то есть изначально, там, если клиент пришел, я хочу обычное обручальное классическое кольцо, то после, там, пятиминутного общения и каких-то примеров, которые уже делали мы, он уже хочет непростое обручальное кольцо. Как у Людовика 14-го. Ну, нет. Зачем повторять? Получше. Вот у него здесь вентиля в левую сторону, а я хочу в правую сторону и наоборот, например, перевернуть. И сгравировка с любовью от Людовика. Да. Фундамент должен быть, от чего нам отталкиваться, как трамплин, а уже дальше это все вкусовщина и индивидуальный подход и пожелание. Огромное вам спасибо, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали, сколько интересного. Еще раз праздником. И вам тоже. И в любом деле. Спасибо. Мы ненадолго прервемся и скоро вновь вернемся в нашу студию. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! В день ювелира «Ядра чистые изумруд»! Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! Доброе утро! Я, конечно, слышал о том, что каждому знаку зодиака соответствуют какие-то камни, но сам никогда это не практиковал, и, наверное, единственное, что я подбирал, это галышики плоские, чтобы запускать лягушек. В общем, рассказывайте, зачем это нужно и как это происходит вообще. Доброе утро! Это минералы, камни, самоцветы, можно называть по-разному. В мире больше двух тысяч разных разновидностей камней. Соответственно, я этим увлекаюсь уже с 2015 года, и я не подбираю камни по знаку зодиака, потому что я подбираю их по нумерологии. Есть Александров, который создал психоматрицу квадрата Пифагора. Это, значит, по вашей дате рождения составляется психоматрица, и там видно ваши врождённые качества. Это характер, сила, воля, энергия, здоровье, удача. И уже на основании этого происходит подбор камней и по запросу человека. И, соответственно, я сравниваю запрос человека и его истинную мотивацию, исходя из этого квадрата нумерологического. Давайте приступим. Что нужно делать? Давайте подберём, может быть, на примере. Смотрите, и сейчас, кроме этого, я ещё использую вот такую колоду камней с фотографиями на здесь астрологические дома и чакры. Да, значит, я уже, исходя из ваших данных, сделала подбор. Ага, вот так вот. Петро. Да, Екатерине, значит, я бы очень сильно рекомендовала для энергии это селенид. Мыло. Я бы смотрела, старое мыло. Похоже на старое мыло, конечно. Да, селенид это, да, селенид, лунный камень очень хорошо. И для здоровья очень хорошо нефрит, змеевик, змеевик, нефрит. А вообще идеально вам подходит чероид, который и по квадрату Пифагора, и по дискам. Вот вам вышел вот такой вот чероид. Примерка. Это достаточно редкий камень, он только в России, его добывают на реке Чара, да, и запасы его... А, поэтому это звание. Да, да, Чара, чероид. Запасы его уже как бы заканчиваются, и, соответственно, он помогает создать... Дорожает, да, наверное. Да, он дорожает, и он позволяет создать магическое пространство вокруг, какие-то использовать ваши силы подсознания, вот, конкретно, как бы, вам он будет помогать в творчестве. Это даты моего рождения, получается, или... Да, да, даты рождения, и еще вот, соответственно, вот диски мне помогли, да. Интересно. Да. А мне? Подберите мне тоже. Да, значит, у вас получается, что вам очень хорошо был бы, вот я взяла янтарь, вот сердолик вам хорошо, вам очень хорошо цитрин, ну, это такой вот желтенький камушек, очень хорошо красный яшм, это для энергии, для здоровья, вот, есть такой вот гелиотроп, отлично подходит. То есть, я правильно понимаю? Да. Большой. Да, у вас... Все, брюча. Каждый камень отвечает за какую-то свою направленность, то есть, там, деньги, здоровье, неуспех, спорт. Да, диски вам подсказали, вот, такой вот черный турмалин, он поможет высвободить энергию, которая у вас там застоялась, убрать какие-то ненужные мечты из вашей жизни, и еще избавит от стресса очень хороший оберег, и он еще советует вам не вовлекаться в чужие проблемы. Угу. Вот отстраняйся от своих... Коучем мне не работать. Коучем мне не работать. Почему? Можно работать коучем, но зависит степень погружения. Проблемы другого человека, да, потому что у вас это будет забирать энергию. Мы подобрали камни, что с ними делать? Как обращаться, да, носить. Да. Есть, растирать порошок и есть. Нет, камни вот можно носить как браслеты, кольца, вот, как бусы, то есть, по-разному. Тут это уже дело вкуса. Можно с собой носить как брелок, можно в кармане и в каких-то важных ситуациях, ну, вот, в руке, например, там, держать, подпитывать. Когда переживаешь. Да. Ага, сейчас немножко прервемся, от камней переходим к красивым брошам вместе с Татьяной Петциной. Это винтажный бархат. Такого в магазине не найти, приходится заказывать. Сверху лежит хлопок, белоснежный, хотя, как правило, Татьяна его тонирует молочными оттенками. Это уже не просто ткань, а арт-текстиль. Чистое творчество, без каких-либо ограничений. Я педагог по декоративно-прикладному творчеству, и потом вот работа была, связанная с творчеством, и потом, когда работу, ну, пришлось оставить, занялась вот брошками. При этом броши не кажутся перегруженными. Наоборот, их интересно рассматривать. У зайца на кофточке рукава с буфами, лапки бабочек гнутся и двигаются, а каждый, даже самый маленький цветочек на крылышках, вышит вручную. То же самое и со швами. Сначала делается эскиз, то есть там образ какой-то рисуется, потом его наполняешь какими-то орнаментами, потом уже ты переносишь все на текстиль, а потом вышивка идет, и потом уже изготовление. Ангелочки, берегини, куколки. Татьяна говорит, что каждый видит в них что-то свое. Условно, броши можно разделить на несколько коллекций. Одна из последних – с народным орнаментом. Красные гранаты, синие васильки имеют символическое значение, а шарфик этому котику можно менять уже по настроению. Бывает и коллекции, бывает и просто вот что-то такое понравилось, или где-то увидела, или в природе, или может в книге какой-то прочитала, или вот где-то увидела что-то такое, рисунок какой-то интересный. И вот сразу как-то приходят образы, и хочется применить их в брошах. На обратной стороне – японская булавка. Выдержит даже самую крупную брошь, а они у Татьяны получаются действительно большими. Этот мотылек в диаметре около 8 сантиметров. Сейчас сидит на плече, возможно, совсем скоро упорхнет. Некоторые смогли долететь даже до Австралии. Татьяна Пецин, Алексей Гриднев, программа «Утро губернии». Продолжаем разбираться в камнях вместе с Еленой Черковой, мастером по подбору камней. Мы уже выяснили, что каждый камень подходит человеку в зависимости от его даты рождения, и каждый камень может влиять на какую-то сферу отдельную. И вы сказали, что к вам приходят люди с запросами. Какие примеры запросов бывают? Самый частый запрос – это любовь, встретить любовь, привлечь. На втором месте, наверное, деньги. Да. Любовь, деньги, а на третьем… Три – здоровье. Топ-топ-три. Любовь, деньги, здоровье. Обычно желают. Да, а теперь давайте конкретные примеры из вашей практики. Было ли такое, что человек взял камень, поносил его и встретил любовь? Или разбогател? Было ли… Про разбогател мне не рассказывали, говорили, что помогает потоку денег в жизни. Были примеры. Были примеры, когда я делала браслет с сочетанием камней, девочки знакомились и выходили замуж. Были случаи, два случая, когда тоже по сочетанию камней на деторождение и рождались детки. Ну, камни, они поле создают вокруг, они сами чудеса не творят, они нас погружают в поле, такое пространство, где мы сами творим эти чудеса. Поэтому вот для любви у нас всегда розовый кварц хорошо, родохрозит, то есть вот такие классические камни. А бывает так, что нельзя какие-то камни друг с другом сочетать? Или вообще как будто противопоказан какой-то определенный камень, например? Как вот тут нельзя ошибиться, например? Противопоказано, если вам не понравится, и он вам противопоказан, вы его даже носить не будете, вам он не понравится. А, почувствуем на интуитивном уровне. Да, на интуитивном уровне вы поймете, что вам, ну, он не нравится, все, значит, вам не надо. Навредить нет, не могут. Просто вы не будете носить. Он будет лежать у вас там в коробочке дома. А вот эти камни, где вы их находите? Их можно найти просто где-то в природе, пошел прогуляться и опа. Но только с янтарем тебя так можно провести где-нибудь на Балтийском море. Да, и то там его уже не осталось. Откуда у вас такая коллекция камней? Я на выставках покупаю, да, то есть это специально на выставке, да. Это получается, как, полудрагоценные, драгоценные, то есть полудрагоценные камни. Драгоценные у нас там алмазы, изумруды, то есть и они другой огранки, то есть там частота камня другая. Даже гранат, он может быть вот такого качества, а может быть ювелирного, он стоит уже в разы дороже. А такие камни не ограняют, да, получается? Ну, вот другие формы какие-то. Могут делать там квадратики, кубики, но по большому счету нет. А есть ли камни общего спектра действия, как антибиотики? То есть всем подойдут и всем будет хорошо. Есть ли какие-то такие, которые влияют... Универсальные. Да, универсальный камень какой-то для всех, для наших зрителей. Янтарь хороший, очень универсальный. Сердолик зимой, весной, осенью тоже для всех отличный камень. Аметист вообще топ, самый лучший. Он отдает осознанность и вообще прекрасный камень. Вот у меня моя любовь к камням началась именно с аметиста. Есть камни для обучения, например. Вот синие камни, вот это лазурита, да, флюорита, они очень хорошо помогают запоминать материал, и флюорит очень хорошо на экзаменах помогает. Мне тоже рассказывали из отзывов. Сдали, да? Елена, огромное вам спасибо за то, что к нам пришли, поделились своей любовью к камням. Рассказали много интересного. А можно растопить сердечко не только камнями, но и красивой Валентинкой и сердечком на детство Валентина. Это рубрика «Всё из ничего», в которой сбросовых материалов мы делаем полезные в хозяйстве вещи. Сегодня готовимся ко дню Святого Валентина. А значит, делаем вот такое сердце. Для кого это совершенно не праздник, а ножка умелица расскажет, как ещё с пользой в хозяйстве применить вот это миленькое сердце. Этот простой подарок способны сотворить и взрослые, и дети. И у меня, кстати, был как-то перед 14 февраля прекрасный детский мастер-класс, где детишечки, вот эти вот сердечки, сотворены как раз детскими руками. И сотворены они из обрезков от пошива детских штанишек. Во-первых, сердечки бывают разные. И в зависимости от размера они могут стать и подушкой под ушко, на подумать полежать. Вариант более скромный может стать, ну вот возьмём, например, вот это, прекрасной игольницей. Если любое эфирное масло на теле, а мы привыкли его вдыхать или из флакона, или вот таким образом, нанося всего одну капельку на ладошку... Да! О, боженьки! То такое сердечко станет подарком с секретом. Что вы сделаете? Эфирные масла не оставляют жирных пятен. Ну, если они цитрусовые, они могут оставить жёлтое пятнышко, поэтому капайте с обратной стороны сердечко или в его оставание. Всего одну капельку. И вот эта капелька на ткани будет отдавать вам аромат долго. Сейчас это сердечко будем шить. И шить мы его тоже будем из так называемых бросовых материалов. Вот это что? Это бывшие куртки, обрезки от курток. Ну, в общем, какие-то мне достались тут отрезки. Ты будешь себе делать аромы. Сердечко красивое, мягкое. Ну вот, вывернутая наша задача набить и пришить ему петельку. Вот. Я заготовила ещё нам вот это вот. Ты будешь даже вырезать сама. Я буду делать сердечко с секретом, поэтому я беру 4 сердечка одного размера. А ты себе берёшь квадратик ткани. Как сделать сердечко, чтобы его можно было вырезать без лишних шаблонов? Взять твою заготовку. Вариант первый. А если у тебя нет меня и заготовки, что ты делаешь? Ты берёшь два кусочка ткани, складываешь их пополам и прямо живьём вырезаешь пол сердечка. Безо всякого рисования култров. Только хорошими ножницами. Есть правило ленивой портнихи. Вообще нитка должна быть длиной ровно в один локоть. Вот максимальная длина рабочей нити в один локоть. Оборот. Берём за кончик нитки. И вот она, иголочка. Чтобы нитка одинарная со свободным хвостиком, чтобы он не собирался, делают вот так вот. И она скручивается. И за счёт электризации она как раз друг к другу прилипает. Одно сердечко я заготовила. Мян заготовит второй такой же. Потому что секретик-то надо куда-то прятать. Я сколько должна отступить? Вот сантиметр тебе по это. Через серединку потом только вывернуть. Кручу и рчу. Мозги себе запутать хочу. Нить раскрутить, и чтобы она не путалась. Хочу. Хочу. Смотрите, не крутится. Пока вы сотворяете эту историю вручную, любое ручное действие способно заложить вашу энергию. А значит, что в наше признание в виде этого сердечка мы и заложим всё то доброе чувство, которое держим у себя в груди. И в это время в эту ткань, в эти витки ниточки запишите то, как вы любите, того, кому будете дарить это сердечко. Пусть он ощущает у себя сумки в кармане, где-то ещё то тепло. В машине. В машине, кстати говоря. Вот вам и ароматизатор в машине. Ну да. Выворачиваем нашу красоту. В моём случае я не буду набивать сердечки сильно. Я добавлю немножко утеплителя, чтобы они стали мягонькие, пышненькие, но не сильно. Не буду лишнего этого делать. Как аккуратно закрыть вот эту вот нашу прорезь, которая получилась. Эта хитрость, которую вы найдёте в интернете, ну, пускай она будет у вас уже сейчас перед глазами. Шажочек с одной стороны, шажочек с другой. Я как бы делаю вперёд иголку, но каждый шаг делаю на противоположной стороне. И сначала у меня получаются такие длинные стежки. И вот, сделав 3-4 стежка, я беру их и затягиваю. Когда я затягиваю, получается аккуратный шов. Чтобы не выпрыгивало, завязываем узелок. Опять же, это короткие ленточки, поэтому всё, что у вас где-то от каких-то шнурков отрезалось, тоже сюда вполне может быть использована. И заправляю её внутрь. И продолжаю свои изыски вперёд иголки. Даже своему любимому жалко будет подарить. Жаба, отпусти. Жаба, жаба, отпусти. И вот теперь я буду делать с одной стороны декоративную историю, а с другой стороны соединять свои сердечки. Для чего мы их соединяем-то? Чтобы внутри образовалась полость, которую сразу с разбега будет не видно, в которую можно что? Что-то спрятать. положить много денег. Можно? Можно попробовать много денег. У тебя есть много денег? Да. Тогда положи и подари мне. Со сказочным ароматическим маслицем это сердечко отправляется в шкафчик к моей любимой доченьке. И оно будет ей напоминать всегда о заботе о материнской. Эта доченька тебе, моя любовь. Мы соединили два сердечка и у нас внутри образовалась полость. Но ее, если мы свяжем две веревочки, будет незаметно. И с одной стороны вы дарите любимому красивое сердечко, а с другой стороны вот в этой маленькой полости может прятаться все, что угодно от колечка. До какой-нибудь конфетки. И вот угадай, что в своем сердечке я тебе принесла. Или принес. Ведь и мальчикам не чуждо занятий рукоделием. Всем сердцем с вами были Аннушка-умелица, Марина Баркова, Сергей Костин для программы Утро губернии. Ту-ту-ф! На этом все. И обязательно сегодня купите себе или близкому человеку красивый камушек, только не держите его за пазухой. С вами был Максим Балагнюк и Катя Перка. Пока-пока. Пока-пока. Слушай, эти караты мне совсем не нравятся, я придумал свою меру измерения драгоценных камней. Максат. Так, и что это такое? Ну смотри, тебе приносит камень, ты смотришь на него, если он такой же классный, крутой и неотразимый, как я, это один максат. Если похуже, то полмаксата или меньше. А если он в сто раз прекраснее, чем ты, это что получается? 100 максат в сто раз прекраснее, чем я. Ты что, шутишь? Такого вообще не может быть. Чушь какая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин